Уважаемые коллеги, начинаем нашу пресс-контрессу по итогам матча ЦСКА Минск. С нами главный тренер гостей Ростислав Фергун. Тренер, пожалуйста, несколько слов по матчу. Поздравляю соперников. Баскетбол очень простая игра. Ничего не поменялось. Нужно забрасывать мяч в кольцо, когда мы можем сделать только это. 60 очков. Очень сложно рассчитывать на победу. Соперник очень здорово использовал свои сильные стороны. Ну и заслуженно довел игру до закономерного результата. Есть вопросы? У Минска в течение нескольких матчей такая результативность не очень высокая. Чем объясняете? Нашим мастерством. Уровнем нашего мастерства. К сожалению, мы хотим прогрессировать, но это процесс. Мы видим, ну скажем так, ребят, которые хочется верить, получая такой шанс, получая такой опыт. Со временем разовьются в игроков уровня лиги ВТБ. Хочется, чтобы их было больше, хочется, чтобы антропометрически мы становились больше. Но это такой очень глобальный вопрос структурный для всего нашего мужского баскетбола. И, ну, наверное, все-таки надо начинать с того, что на этом уровне в этой команде должны ребята быть уже более атлетичные и более антропометрически похожие на качественных европейских баскетболистов. Они стараются, у меня никаких претензий к ним нет. Это, ну, на данный момент, это, наверное, наш потенциал. Еще вопросы? Нет? Спасибо, тренер. Уважаемые коллеги, продолжаем с главным тренером ЦСКА Эмилом Райковичем. Игрокам мы чуть-чуть похоже приведем. Тренер, пожалуйста, ваше мнение об игре. Да, это было игроком против команды, которые играли агрессивно, которые работали довольно хорошо. Я думаю, что они были хорошим игроком в первую половину и в некоторых минутах в третьем квартале. И тогда, я думаю, что наша глубокая ротация, с более качественными игроками, уже превалили. И тогда, в конце концов, это было очень большой маржин. И, в конце концов, я желаю успеха в Минске. И мы продолжаем двигаться дальше, чтобы прогрессировать и прогрессировать нашу игру, степо-степо. Мы играли сегодня против команды, которая очень агрессивна, которая очень хорошо бежит. И они показывали хороший баскетбол в первой половине и в некоторых минутах в третьей четверти. Но в итоге сказалась наша более глубокая ротация и качество игроков. За счет этого мы добились перевеса. И в конце разница получилась существенной. Желаю удачи Минску. И мы продолжим нашу работу над улучшением качества нашей игры постепенно. Пожалуйста, если есть вопросы. Эмоциональное состояние команды после проигрыша «Зениту» и какие выводы, возможно, были сделаны, тактически игровые, после той встречи? То есть, насколько вы оцениваете «Зенит» как главного соперника? Стоит от Украины. Каково это эмоциональное состояние команды? Как вы делали служение на руках после команды? Каково ближайшее сезон? Это большинство, мы выбрали решения после тренировки. Другой вопрос был о том, как вы видите Зенит в этом сезоне главного противника? Уникс – это отличная команда, Локо – это команда, все другие работают. Такое время поговорить об этом, мы увидим. Мы сейчас смотрим на нашу команду, мы делаем прогресс с нашим команда, и мы идем на путь, на которую мы хотим. Стараемся работать над своей игрой, и всех рассматриваем как соперников одного уровня. Еще вопросы? Нет, все. Спасибо. Уважаемые коллеги, продолжаем с нами, защитник цитка Даллас Мур. Даллас фестивол. Немного больше проигрыша. Да. Я думал, что в первой половине мы потеряли слишком много пунктов. Я думаю, что потеряли 40 пунктов. Участливо, я думаю, что мы работали очень хорошо, делали самое главное. Мы получили, что хотели. В первой половине, леча хотели пропустить фестивол, и мы сделали хорошо. Мы только у нас 23-24 пунктов. Это было очень простой пунктов, но мы также работали хорошо. В общем, это было хорошо. В первой половине я считаю, что мы слишком много позволили сопернику в нападении. Они набрали 40 очков, и тренер в перерыве нас просил сделать акцент на защите. И это то, что мы сделали в итоге, мы сделали выводы, мы пропустили всего 23 очка, при этом как бы продолжали играть в своем ритме, в принципе, у нас нападение на протяжении всего матча примерно одинаково работало, да, там были где-то перехваты и легкие очки, но это как бы то, что мы получили от защиты. Пожалуйста, если есть вопросы.